Всем тем, кто любит прогулки по берегам Днестра, кто заботится о будущем своих детей, кто переживает о чистоте нашей реки, станет интересной наша сегодняшняя беседа с гостем в студии. Группа инициативных рыбаков 14 мая в 10 утра у парома организовала акцию «Чистые берега». Перед тем, как принять решение, участвовать в ней или нет, предлагаем вам познакомиться с президентом Республиканской спортивной общественной организации «Клуб спортивного рыболовства» Юрием Юрьевичем Бородиным. Доброе утро! Доброе утро! Юрий, ответьте на первый наш вопрос. Что из себя представляет вообще акция «Чистые берега»? Это акция по очистке берега от всестороннего мусора. То есть абсолютно все. Она основана просто на собственной инициативе? Да, на собственной инициативе именно наших рыбаков. Эта акция проводится уже не первый раз? Акция проводится не первый раз, именно такие масштабные акции. В прошлый раз мы организовывали такую акцию, планировали пройти около километра берега, прошли более двух километров берега и очистили, и все. Сколько мусора было собрано? Около 20 тонн мусора. Ничего себе. А кто вам помогает обычно? В принципе, в прошлый раз помогли нам с вывозом мусора, это спецавтохозяйство. Как бы больше нам никто не помогает, все на своих средствах, и кто может сколько, тот и дает тех же мешков, перчатки и все остальное. А как пришла идея сама? Как внезапно вот так вот произошло? Мы находимся, скажем так, спортсмены, рыбаки, обычные рыбаки находимся на берегу часто и видим это свинство, которое там постоянно происходит. То есть люди отдыхают, оставляют за собой мусор, также рекой несет бутылки. Помимо рыбаков, принимают ли участие горожане в этой акции? Очень мало принимают. Есть еще одна организация, которая так же, как и мы, пытаемся хоть что-то сделать, как-то очистить. Это Федерация вейкбординга. Они вот на этой неделе даже сейчас убирали ветки после того, что произошло у нас. Расскажите нам, если простой горожанин хочет прийти на эту акцию, что нужно взять с собой? С собой ничего не надо брать, просто как бы свою инициативу, если есть возможность взять просто перчатки и все, потому что пакетами мы обеспечим. Ну вы считаете, что в принципе любой старый млад может помочь пройти больше километра? Конечно, чем больше будет людей, тем больше будет помощи. Юрий, скажите, как вы считаете, что вообще, на ваш взгляд, конкретно можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию на берегах и, собственно, в самой реке? Эффективный способ решения этой проблемы – это неотвратимость наказания. То есть мы предлагаем собирать информацию и доносить до госслужбы по надзору, по экологическому. Они пускай действуют. Это административные наказания. И когда это будет, скажем так, афишировано, и люди будут знать за то, что они будут наказаны, за то, что они совершили это деяние, потому что есть норма в законах. Напоследок, мы бы хотели, чтобы вы еще раз озвучили, куда можно прийти, какого числа, и услышать, мы хотели бы еще ваши пожелания для наших телезрителей. 10.00, встреча всех инициативных людей у парома нашего в Тирасполе. 14 мая, да? В воскресенье. Ну, это если будут погодные условия. Нам позволять, как бы, рисуют пока дождик. Если будет дождик, тогда в следующую субботу. Переносится, получается, на неделю. Да. Ну, то есть дополнительную информацию можно будет найти где-нибудь в соцсетях. Да, на фейсбуке, да, во всех соцсетях. Ну, и пожелания? Для тех, кто не мусорит. Для тех, кто не мусорит. Продолжать не мусорить. Спасибо большое за то, что вы делаете. Мы надеемся, что акция все-таки состоится на этой неделе и будет проводиться и в дальнейшем, и наши горожане будут более ответственны относиться к выбросу мусора, так скажем, и сбору мусора. И напоследок мы бы хотели вам вручить подарок от наших партнеров, компании ТНД. Примите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам большое.